Утро среды, а это значит по плану руководителя администрации Щелковского района, выездное совещание. Станция Воронок стала первым пунктом, который посетил Алексей Валов. Сейчас здесь ведутся работы по строительству дополнительных заездных карманов для общественного транспорта. Речь идет о больших рейсовых автобусах. В час пик посадка и высадка пассажиров затрудняет движение автомобилей. Теперь проблема будет решена. Здесь будут стоять паилеоны для пассажиров. Автобусы большой вместимости будут подходить сюда к пандусу, останавливаться, происходит высадка и посадка пассажиров. Здесь два перехода оборудуются с понижениями, чтобы людям было удобно выходить на те тротуары и проходить на электричке. Коллапс, который создавался на станции, он во многом зависел от того, что для пассажирского транспорта не было создано условия посадки и высадки. Сейчас работа закончится, сходу с субботы проверю, и, соответственно, пойдет уже другая схема посадки и высадки. И, соответственно, движение по улице будет тоже восстановлено в штатном режиме. В период пиковых нагрузок этой улицы коллапса не будет. Жалобы жителей на неприятный запах стали причиной проверки межрайонных очистных сооружений. Сотрудники администрации проинспектировали предприятие и убедились в том, что объект работает в штатном режиме. Помимо этого, ЭКР «Сталкер» продолжает вести модернизацию в соответствии с утвержденным планом. Ситуация на предприятии штатная. Несмотря на отсутствие финансирования за счет внутренних резервов и займов, технологию поддерживаем, бесперебойную работу обеспечиваем. Алексей Валов также отметил, что в конце недели состоится совещание по вопросу неплатежей с водоканалами тех районов, которые обслуживает ЭКР «Сталкер». Приехал проговорить, что убедиться в том, что действительно неплатежи имеют место, дебиторка большая, кредитерка большая. Поэтому пятницу проводим совещание с водоканалами, где определим им сроки. Руководитель администрации проконтролировал и строительство социальных объектов. В будущих детских садах в Первом советском переулке и в Новом городке заканчиваются монолитные работы на цокольных этажах. Несмотря на сильное отставание по срокам, строители обещают, работа пойдет намного быстрее, когда начнется кирпичная кладка. Завтра мы заливаемся вот эту 35% перекрытия объемом. Намного выше темп работ в саду в Медвежоозерском поселении, что на улице Юбилейная. Строители заканчиваются монолитными работами, вовсю идет укладка кирпича, началось благоустройство территории. По кирпичным перегородкам у нас заканчивается на этой неделе первый этаж, второй этаж уже начали перегородки, подвал заканчиваем на этой неделе. Штукатуры уже вышли на подвал, сегодня начинают работать. Первый советский переулок, да, у них самый сложный цоколь, потом кладка пойдет, легче будет и быстрее, они сократят срок отставания. По Медвежкам самый сложный, там монолит, там работы достаточно еще, хотя и процент выполнения самый высокий. Ну и новый городок, то же самое. Сейчас самая сложная фаза работы, это цокольный этаж, то есть фундамент, на основании которого уже пойдут стены, кладка пойдет и все быстрее будет. Мария Масайли, Михаил Черепанов, телерадиокомпания, Щелково.